Смотрите сетку, так Новак Джокович с кем-то из квала сыграет ближайший к нему российский теннисист Николай Довыденко, но ему предстоит вот с Иваном Додиком, который как раз Рафа обыграл во время этой американской серии. В общем, такой отчаянный хорват. Неплохо смотрелся. И он уже в списке сеяных. В отличие от Довыденко. Сергей Стаховский, есть ли у него какие-то шансы пройти далеко на ныне Сопкину? Это к Александру Сопкину вопрос, к его нынешнему тренеру. В Газке будет тяжело, там зато отличная пара Карлович Гонсалес. Фернандо. То есть первые матчи будут достаточно интересными в мужской сетке. Ну, один из самых интересных, наверное, Стаховский Газке, но здесь я бы все-таки примусь, что дал бы французам. Он лучше играет в этом сезоне. Давайте посмотрим дальше. Так и недавно совсем Газке со Стаховским играли, да, очень легко этот матч завершился. Я даже не ожидал, что так легко. Бердах тоже, на мой взгляд, такая темная лошадка все время. Может преподнести какие-то сюрпризы, может обыграть тех же фаворитов. Но чего-то ему не хватает для того, чтобы на самом деле закрепиться вот в этих топ... Ну, я имею в виду, конечно, он топ-10, но вот чтобы о нем говорили... Ну, чтобы стать суперзвездой, надо выиграть турнир Большого Шлема, да. Что ему не хватает? Так, вкратце. Случаи вот с психологической проблемой. Межной системой. Потому что по технике, по физическим данным Бердах, в общем, параллели с Надей Петровой, может быть, даже... Вот точно, один из самых зрелищных матчей будет первый круг Манфис против Димитрова. Вот здесь можно не сомневаться, что Манфис сделает все невозможное. Пойдем дальше. Федерер, его четверть, здесь Степаник, Троиц. Здесь во втором круге уже Томаш Белуччи, потом Чилич, может быть. Американец Харрисон. Белуччи вряд ли станет для Федерера серьезным соперником, Белуччи все-таки на более медленных покрытиях лучше смотрит. Безусловно, но он все равно будет неприятен. Дуди Сэлла там будет еще. Так уж и с колумбийцами, коим является Хиральдо, у Федерера старые счеты с другими. Ну, то есть в этой четверти все-таки Федерер фаворит, безусловно, да? Безусловно, фаворит. Я хотел бы отметить вот эту игру. Для меня она, в общем, представляет интерес. Харрисон и Чилич. Потому что два молодых теннисиста, которые будут играть между собой в первом круге. Интересная должна быть игра. А четверть Цонге, Фиш, вот между прочим, о нем много говорят в последнее время. Он стал первой. Американского тенниса. Да, и он стал первой ракеткой Америки. И под наслугался, заслуженно абсолютно. Я хотел поправить даже не лидера Американского, а мирового тенниса он уже. Вот в чем дело, понимаешь? Он продвигается все дальше и дальше в рейтинге. Так что, в общем, на середине первой десятки уже находится. То есть тоже может, да? Может. Он хорошо очень играет. Он подтянулся по всем абсолютно линиям. Он несколько лет назад вот так сознательно начал заниматься своим питанием, избавился от веса. Да, да, все, играет очень хорошо. А ты знаешь, что он его, в общем-то, как у хорошего парного игрока, да, и хорошая подача, одна из лучших в мире. Мы оцениваем это еще раз. Я говорю, на второй подачи, и на второй подачи он выглядит... У Фиши, самое главное, пропали какие-то провалы и слабые места. Он очень ровно все время все матчи проводит на очень приличном, хорошем уровне. Поэтому его очень сложно зацепить. Четверть Содерлинга, Симона, Дель Поттера как раз здесь же, Багдадис. Багдадис побрился на лысо. Поможет ли ему это, конечно, неизвестно. Но, видимо, да, быстрее бегать. Но вот Дель Поттера, о котором мы говорили, у него какие здесь самые серьезные соперники? Ну, наверное, все-таки Содерлинг, да? У Симона будет интересный матч, а дальше вот там Содерлинг будет. Я, скорее всего, и, наверное, Иснер, я думаю, так. С Симоном они, по-моему, на Булдоне играли. А Багдадис, Алекс, все-таки что-то может? Тоже неплохо играет в последнее время? Он неплохо играет сейчас. Во всяком случае, так хорошо он еще никогда в жизни не играл. Но ты знаешь, что таких игроков, в общем-то, много такого уровня, поэтому... Наконец-то Стив Дарсис. Он должен, наверное, Дарсис. Не пропустил же американскую серию, он только один турнир в Нью-Хевене, вот там матч сразу же проиграл. Дарсис, дальше Челла, Вавренко, ну, в общем, можно как-то усилить. Как раз о котором ты хотел сказать главный. Кстати, вот его соперник Деварман очень любопытный, на мой взгляд. Он любопытный, ты знаешь. Он прикольный такой, он какие-то... Он прикольный, но он играет такой же в любом теннисе, как и Мари. Но Мари значительно лучше по классу, поэтому... Я думаю, что здесь матч получится интересный. Кто-нибудь согласится со мной, если я скажу, что Мари выиграет этот турнир Большого Шлима, ему пора бы уже. Он велик уже в ожидании этой победы, и похоже, что вот сейчас его время пришло. Или нет, надо снова откладывать. Ты знаешь, мне кажется, что на этом турнире вряд ли ему удастся. Ты знаешь, здесь несколько вот вариантов. Почему я так, может быть, даже категоричен в этом вопросе. Но дело в том, что все-таки Мари, ты знаешь, очень много играет в защите. Очень много двигается по корту. Очень много он защищается. В пятисетовых матчах, ты знаешь, очень тяжело наесться за две недели. Я думаю, что, да. Здесь надо немножко более агрессивно действовать на корте. А я можно два слова про Мари?